Включите мне песню, без которой вот ни один мальчишка в советское время не мог жить. За! Помнишь это? Останутся наши жены Заправлены планшеты, космические карты И штурман уточняет последний раз маршрут Давайте, ну, действительно, в прошлом веке все мальчишки мечтали быть космонавтами. И я, конечно же, не исключение, как Гагарин. Это первый человек в космосе. Покажите нам фотографию Юрия Алексеевича, если вдруг кто не помнит, как он выглядел. Вот, Юрий Алексеевич Гагарин. Ну? Вот, Юрий Алексеевич Гагарин, друзья. И потом, когда Алексей Леонов вышел в космос, все хотели быть Леоновым. Посмотрите. Вот, Алексей Леонов. Ну, и, конечно же, первый совместный полет с американцами. Валерий Кубасов. Замечательный человек. Вот они вот с американцами. А, нет, Шонин и Кубасов. Это марка выпущенная, когда наши с американцами полетели в совместный полет. Ну, встретились они с американцами. Сегодня я хочу поговорить про американку Сигурни Уивер. Ее самый известный персонаж. Это кто? Не знаю. Я Чужого помню, а вот как ее зовут, я не помню. Риплин. Точно. Такая самодостаточная икона феминизма в фильме Ридли Скотта. Чужой самый значительный, как уверяют многие критики, женский персонаж в истории вообще американского кинематографа. Но Сигурни Уивер, она на самом деле не Сигурни Уивер. При вождении ей было дано имя Сьюзен Александра Уивер. Но при росте, в 13 лет, она знает сколько, у нее рост был метр семьдесят три. В 13 лет. А Сью стала Сигурни, потому что она прочитала в романе Скотта Фиджерарда «Великий Гэтсби», где Джордан Бейкер обращается к своей тете, которую зовут Мисс Сигурни Ховард. Хотя Мисс Ховард вообще в книжке никогда как персонаж не появлялась. Ну и Сигурни, естественно, вот такая замечательная была молодая. Очаровательная. Очароватка. И она взяла себе псевдоним Сигурни. Ее вообще самая первая роль, это в 77-м, по-моему, году в фильме замечательного режиссера Вуди Аллена, она просуществовала в кадре всего 20 секунд. Это вот Фиджеральд, да, тот, который написал «Великого Гэтсби». И вот Вуди Аллена, 20 секунд она просуществовала в кадре, и за это получила 50 долларов. Всего, всего. Ну и тут, значит, приходит вторая роль. И сразу это фильм «Чужой», который становится культовым фильмом. Если вы, дорогие телезрители, не смотрели фильм «Чужой», то обязательно я вам советую. Их вообще 5 штук. Вот он замечательный, этот «Чужой». И посмотреть эти фильмы, и как вот это существо появилось вообще в этом фильме, когда Ридли Скотт увидел работы Гигера, Ханса Руди Гигера, то он захотел сразу же с ним сотрудничать. Ханс Гигер уже был знаменитым художником. И вот именно его выставка заинтересовала Ридли Скотта, и он пригласил его поучаствовать в этом фильме, за что художник получил, конечно же, премию «Оскар» в 77-м году, да? Потрясающе. Ну, вообще, Сигурни Уивер, она противоположность полностью того, каким мы видим ее в роли Рипли. Она всегда говорит, если мне нужно сделать то-то и то-то, говорит Рипли, она поступает так-то. Но Сигурни Уивер говорит, что я не смогла бы этого сделать, потому что меня всегда охватывает панический ужас. Так, друзья, Сигурни Уивер, у нее много замечательных ролей. Она прекрасная комедийная актриса, наверняка все девочки помнят фильм «Сердцеедки», где она играет тоже великолепно. Но мне так кажется, что все-таки Рипли – это самый значительный ее персонаж. И когда говорят «Сигурни Уивер», в первую очередь вспоминают «Чужой». Потом посмотрите «Чужие» – это вторая часть, «Чужой» – 2, «Чужой» – 3, «Чужой» – 4. Ну и спин-офф «Прометей», с чего все началось. Вот так вот. Про космос? Про космос. Про космос, безусловно. Саша, спасибо тебе большое. Напомнил замечательную актрису. Действительно, первое, что вспоминаешь, это, безусловно, «Чужой».